Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный кетчуп из желтых помидоров. Список всех ингредиентов будет как всегда в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Спелые желтые помидоры нарезаем средними кубиками. Попутно срезаем все непригодные к употреблению участки. Чистый вес помидоров должен получиться 2 килограмма. Дальше нарезаем произвольными кусочками 350 граммов лука. Болгарский перец желтого цвета очищаем от семян и также режем ломтиками среднего размера. Затем все подготовленные овощи помещаем в широкую подходящую для варки посуду. Перемешиваем, вливаем туда 100 миллилитров питьевой воды и отправляем на небольшой огонь. Ждем пока содержимое миски закипит. Засекаем время и тушим овощи на медленном огне примерно 40-50 минут до мягкости перца и лука. При этом периодически их перемешиваем. Как только все овощи станут мягкими, измельчаем их с помощью погружного блендера. А затем получившуюся массу перетираем через сито, чтобы удалить оставшиеся шкурки и косточки. Теперь переливаем томатное пюре в посуду для варки. Добавляем туда 10 граммов соли, 15 граммов сахара, 1 грамм мускатного ореха, 5 горошин душистого перца, 5 штучек гвоздики и 1-2 палочки корицы. Хорошо все перемешиваем и отправляем на плиту. С момента закипания варим кетчуп на небольшом огне 20-30 минут до получения нужной нам консистенции. Не забываем кипящую массу время от времени мешать. Когда соус станет густым, достаем из него пряности. Вливаем 30 миллилитров 9% уксуса, перемешиваем и даем покипеть еще 1-2 минуты. На этом этапе можно подкорректировать вкус под себя, добавив соль, сахар или при желании острый красный молотый перец. Дальше разливаем кетчуп по сухим стерильным банкам. Плотно закручиваем стерильными крышками и отправляем на хранение в погреб или кладовку. Вот и все. Очень вкусный домашний кетчуп из желтых помидоров готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.